Был прекрасный день, и я сидел у себя в комнате в общежитии. Он взял журнал, показал его мне и сказал, «Они так всё сделают без нас. Нам пора начинать». Я сказал, «Ладно, давай приспособим под него Бейсик». Думаете, вы уже знаете, чем закончилась эта история? Ошибаетесь. Вначале всё это выглядело весьма скромно. В том компьютере на обложке журнала был 88-й процессор. И если вы не наплачивали за лишнюю плату оперативки, вам предлагали всего 256 бань. Так что, когда я писал Бейсик, штука была не в том, чтобы заставить его работать с четырьмя кило-оперативки, а в том, чтобы оставить немного памяти для других программ. Привет. Твой друг. Это ведь Марк Цукерберг? Да. Да. Он сделал за Фейсбук. Да. То есть мы с ним вместе. Мы... да, мы... да. Круто. Я Грести Ли, а это Элис. Привет. Привет. Рад познакомиться. Добавь меня в друзья. Мы могли бы сходить куда-нибудь. Конечно. Написать. И все они работали под Бейсик. Поэтому, когда вы включали машину, смотрели на монитор, он действовал фактически как переводчик. Она сказала, добавь меня в друзья, и мы вместе сходим куда-нибудь выпить. Это потрясающе по двум причинам. Во-первых, она сказала, добавь меня в друзья. Но, во-вторых... Они хотят выпить с нами? Да, обалдеть. Столько всего классного уместилось в одно небольшое предложение. Извини, Марк? Да. Я Стюарт. Мы с тобой на одном потоке. Ну да. Отличная работа за Фейсбук. Просто чума. Спасибо. Я Боб. Привет. Знаешь, он смотрел на тебя, когда говорил, что новый Билл Гейтс, возможно, сейчас в этом зале. Нет, сомневаюсь. А я поздно пришел. Даже не знаю, кто там выступал. Это был Билл Гейтс. Черт. Логично. Ну ладно. Спасибо, ребята. Что, баран? Что, вообще больно? Ты за час Билл Гейтс, можно забыркать к Лидсу? Думает, что мы устанут отсталые. Я заставил. Я заставил. Я заставил. Ну, облажался. Субтитры сделал DimaTorzok